То, что зеленый театр может исчезнуть, до сих пор не укладывается в головах одесситов. Более 86% участников социологического исследования хотят, чтобы площадку зеленого театра сохранили. Опрос провел Южноукраинский Центр этнических и политических исследований «ЛАД». Опросили специалисты 800 человек. Одесситы здесь совершенно справедливо оценивают ситуацию вокруг зеленого театра, ведь они понимают, что театр расположен на территории природно-заповедного фонда. Мало того, этот объект, который расположен на территории парка Швещенко, он еще должен иметь целевое значение, и это целевое значение пока еще никто не отменял, никаким решением властей. Мы имеем целевое назначение, соответственно, историко-культурное. Зеленый театр – это первый и единственный амфитеатр под открытым небом в Одессе. Изначально историческую площадку восстанавливали волонтеры. В сентябре прошлого года у зеленого театра поменялись собственники. Новые владельцы резко повысили арендную плату за объект. Как сообщил ряд одесских СМИ, в связи с этим автор концепции возрождения театра заявил о возможном закрытии проекта. «Завтра, 15 октября, у нас заканчивается договор аренды собственникам сооружения. Ведутся переговоры. Речь идет о многократном увеличении арендной платы. Мы считаем, что в зеленом театре не следует увеличивать существующее количество коммерческих событий и торговых точек. Мы не готовы снижать планку культурного уровня мероприятий и менять формат. Это означает, что мы и компания «Собственник театра» скорее всего не сможем договориться. Поэтому на всякий случай предлагаем относиться к прошедшему сезону как к последнему. Спасибо за три совместных года». Еще осенью в Горсовете заявили, что не могут повлиять на ставку арендной платы коммерческих структур. А таковым является арендодатель земли зеленого театра компания «Мир аттракционов». С ней город заключил договор о передаче территории еще в 2001 году. В 2001 году Одесский городской совет заключил с данной структурой «Мир аттракционов» договор купли-продажи объектов недвижимости, то есть сооружений зеленого театра. Причем это был не просто договор купли-продажи, а он содержал в себе инвестиционную составляющую, которая предусматривала, что данная территория для того, чтобы она не была запущена и заброшена, а использовалась во благо одесситов, она должна была быть реконструирована, восстановлена путем создания на ее территории детского развлекательного центра. Затем уже в 2007 году суд первой инстанции постановил, основания для расторжения договора есть и среди них невыполнение обязательств со стороны «Мир аттракционов». Но уже через месяц апелляционный суд отменил решение на основе письма Управления архитектуры горсовета, хотя обязательства договора «Мир аттракционов» так и не выполнил. До настоящего времени не выполнена реконструкция и создание того самого детского развлекательного центра, который был предусмотрен договором и не просто договором, а еще проект которого был согласован и городом, и зафиксирован в договоре. Этого проекта реализован не был. Кроме того, инвестиций в эту территорию в размере 20 миллионов гривен по ценам 2001 года сделано не было. Так или иначе, а отдавать территорию «Зеленого театра» в руки горожан арендодатель не собирается. Более того, возникли слухи о возможности застройки заповедной зоны. И без решительных действий, похоже, не обойтись. Для того, чтобы отстоять права одесситов, народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился к городской власти. Еще 20 лет назад «Зеленый театр» в парке Шевченко находился в полной разрухе и запустении. Одновременно театр радовал не одно поколение одесситов. На его сцене в свое время выступали известные артисты. В 2014 году силами небезразличных волонтеров «Зеленый театр» был восстановлен. Сооружен деревянный настил, установлена сцена, высажены деревья, установлена уличная мебель. На протяжении последних лет в «Зеленом театре» собирали аншлаги такие известные люди, как Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Вениамин Смехов и другие. «Зеленый театр» стал местом для отдыха с детьми и проведения массовых мероприятий. Учитывая вышеуказанной и актуальность поднятых проблем, обращаюсь к вам с просьбой принять меры относительно поддержки «Зеленого театра» в парке имени Тараса Шевченко и недопущения его закрытия. Соответствующая реакция на обращение уже поступила. Есть результат. Исполняющий обязанности городского головы Анатолий Орловский заверяет, о капитальном строительстве на месте «Зеленого театра» речи быть не может. Первый вице-мэр считает, что на этом месте может расположиться театр, концертная площадка или арт-пространство. Задание городского совета – зафиксировать эту позицию в правовом поле. Совместно с новыми арендаторами территории, на которой расположен «Зеленый театр», необходимо выработать механизм, позволяющий в дальнейшем развивать и использовать эту территорию как место отдыха, культурного досуга и получения знаний. Соответствующие поручения уже были переданы мною профильным исполнительным органам Одесского городского совета. Судя по проведенному на днях социологическому опросу, одесситы идею застройки также не разделяют. «Мы видим, что по данным, которые провел наш центр, по опросам жителей, в основном концентрация идет на историко-культурное назначение или концертно-развлекательное. Нам не хватает в городе объектов культурного назначения, спортивного, аккаунтного и туристического. Вот самый лучший вариант для этого места, вот такого прекраснейшего места в самом сердце нашего города». После того, как к борьбе за сохранение культурной жемчужины города подключилась общественность, а также народный депутат Украины, у Зеленого театра появился шанс и в будущем радовать одесситов и гостей города, и главное, на его месте не появится очередная высотка. Кроме того, возможно, будет поднят вопрос о пересмотре арендной платы и возврата объекта в собственность города. А значит, новые образовательные и культурные программы не за горами.